МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень холодно. Я сейчас вам хранитель холода, приветствую вам! Минус 40, минус 50 и даже минус 70 градусов по Цельсию. Добро пожаловать на полюс холода. Наша арктическая экспедиция полюс холода начинается. Мы стартуем из Якутска, и первая цель нашей экспедиции доехать до полюса холода в деревне Аймекон. А после этого мы поедем в сторону города Тиксик, на берегу северного океана. Доехать туда очень сложно, потому что дороги туда нету, и это станет настоящим испытанием как для нас, так и для наших машин. Поехали! В составе экспедиции заядлые путешественники из тех, кто приезжает домой только перезарядить батарейки. Популярные блогеры, члены Русского географического общества. Люди, которые действительно живут километрами, а не квадратными метрами. И среди них я, Сергей Доля, автор страницы виртуальных путешественников. Что ж, пройдем этот маршрут вместе. Ну что, на Тикси? Поехали! Раз, два, три! Тикси! Цель нашей экспедиции «Полюс холода» – пройти на внедорожниках маршрут от Якутска до поселка Тикси, на побережье моря Лаптевых, и вернуться обратно. На нашем пути окажутся три населенных пункта, в разное время считавшихся полюсами холода. Верхоянск, Тамтор и ныне действующий Аймекон. Это будет самый холодный автопробег в моей практике. От Якутска до Аймекона и даже чуть дальше до Тополинова есть дорога. Зимой жизнь на ней кипит. Ведь это единственный автомобильный путь на большую землю. Дальше не будет ни сервисов, ни заправок, ничего на протяжении почти трех тысяч километров. Это расстояние нам предстоит пройти на внедорожниках «Тойота». В нашем распоряжении – это Land Cruiser Prado с бензиновым мотором 2,7 литров и мощностью 177 лошадиных сил, и новая «двухсотка» с дизельной «восьмеркой» 249 лошадиных сил и крутящим моментом 650 ньютонов на метр. Честные рамные внедорожники с хорошим внедорожным арсеналом идут полностью в стандартном исполнении и на обычных зимних шинах. Из дополнительного оборудования только боксы на крыше. Это необходимость, ведь все, включая топливо, придется везти с собой. Ценник – 92-й бензин стоит 46,80, дизельное топливо – 48 рублей. Это вам не Москва. По дороге еще будет возможность заправляться в поселках, но топлива потребуется много, ведь моторы в морозы не глушат неделями. После остановки при минус 50 двигатель можно уже не завести. Экспедиция – это проверка не только людей, но и техники. Мы решили в порядке эксперимента заглушить бензиновый лэнд-крузер «Прадо» и оставить на ночь. Ночью было минус 46, сейчас минус 36. Попробуем завести. Так, ну, печка включилась. Ну, заводим. Ха! Завелась! Отлично! Село Эмикон находится в одноименной Котловине. Летом температура тут может быть плюс 30, а зимой минус 50 – это обычное явление для этих мостов. А рекордно низкая температура была зафиксирована в Эмиконе минус 71,2 градуса Цельсия. Холод стал магнитом для туристов. Сюда приезжают посмотреть на замерзшую водку или брызг кипятка на лету, превращающуюся в снег. Гостей тут встречает якутский Дед Мороз и хранитель холода. Я, Честан, хранитель холода, желаю вашей экспедиции удачи, попутного ветра, успехов, счастья вам! Ура! А еще здесь разводят знаменитых якутских лошадей. Это единственная лошадь, которая не только выдерживает такие морозы, но еще и может сама добыть из-под снега корм. Вот такой скребок называется когыча. Им надо скрести вот так вот лошадь, для того, чтобы соскребать с нее снег, потому что снег к ней прилипает, и ей холодно. Не только лошадкам, но и людям приходится приспосабливаться к жизни в таких холодах. Как вы думаете, как добывают воду в минус 50? Вот такие вот куски льда местные жители нарезают зимой из речки. Дело в том, что снег топить невкусно. Снег – это дистиллированная вода, она не обладает никаким вкусом. А обычной воды у них нету, потому что она просто замерзает. Поэтому они нарезают такие куски льда, когда нужно попить чаю, заносят такую льдину домой, она тает, и они пьют чай из вкусной речной воды. Как ни крути, вода – это жизнь. Реки и кухни богаты рыбой, да еще какой! Вот только лунки приходится сверлить на полтора-два метра. А еще лед – это дорога. Реки, схваченные льдом, выдерживают вес многотонных грузовиков, на которых осуществляется северный завод. Ближайшую неделю мы будем идти по рекам и буквально жить в автомобиле. Покрытие постоянно меняется. Зимник поддерживается в хорошем состоянии, но могут быть сюрпризы. Иногда дорогу заметают, тогда приходится идти по целине. Что под снегом – никто не знает. Горуженные «Тойоты» исправно идут по верхам, позволяя держать хорошую крейсерскую скорость. На одной из рек почти незаметно пересекаем полярный круг. Теперь наша экспедиция превращается в арктическую. Движение по замерзшей реке требует предельной осторожности. Ночью ехать не рискуем. Если что, помощи-то ждать неоткуда. Выбираем место и ночуем в машинах. Ребят, доброе утро. Делаем зарядку, завтракаем. Просыпаемся. Доброе утро. Доброе. О, холодно. Закрывайте двери. Давайте я вам расскажу, как мы сейчас живем в этой машине. Спим мы вдвоем в спальниках. Я сплю на надувном матрасике. Ваня спит на моей куртке. И на моей, и на своей куртке. Соответственно, на ночь мы все вещи, половину вещей выкидываем на улицу, а они там замерзают, потому что на улице до минус 50 опускается температура. А самое ценное, продукты и все остальное, и технику мы кладем на переднее сидение. И она у нас ночует там типа в тепле. По большому счету, здесь очень тепло. Мы ночью не мерзнем, несмотря на то, что, то есть можно спать и без спальника. Но, конечно, в спальнике комфортнее. Закрывай дверь, холодно. Давайте покажу вам, как это все здесь выглядит. Значит, сюда мы складываем все. Это вот с гаджетами, какие-то теплые вещи, ботинки, вода. Да, потому что если воду оставить на улице, она сразу замерзает. Поэтому часть воды мы оставляем в салоне. Там наверху у нас греются всякие печенюшки и консервы, которые мы будем есть на обед. Просто дело в том, что все консервы за ночь замораживаются. И те консервы, которые мы планируем есть на обед, те консервы, которые мы планируем пообедать, мы кладем сразу заранее на торпеду, и они за полдня отогреваются. Здесь у нас запасная вода, которая, безусловно, превращается в лед. Вот она вся замерзла. Канистра с бензином, которую мы возим с собой на всякий случай. Кресло, которое мы выкладываем для того, чтобы разложиться и спать. Ритуал с замораживанием вещей стал ежедневным. Тут главное – ничего не забыть. Оставил случайно тюбик с зубной пастой на улице. Жди пару часов, пока он оттает на лобовом стекле. В один из дней пришло время познакомиться с наледями. Это самое опасное явление на замерзшей реке. Что такое наледь? Внизу толстый слой льда, сверху натикает вода, и она сверху замерзает. Получается такой слоеный пирог с водой посередине. Машина едет, проваливается свой сверхний слой льда, опускается под воду и падает на нижний слой льда. Но это все равно страшно. Здесь эта вода не замерзает. Мы долго думали, как проехать. В итоге оказалось, что все очень просто. Надо просто держаться левым колесом по верху, чтобы оно не проваливалось в воду. И все машины очень легко и спокойно переехали на ту сторону. А вот что ждет машины, если не сможешь пройти налед. Удивительная картина. Огромные мощные грузовики, намертво вмороженные в лед, словно мамонта. Эти машины здесь недавно. Еще пару недель назад тут была огромная наледь, и несколько машин смогли ее пройти. Там стоят один за одним. Через 2 километра еще один, но он поглубже сидит, чем мы. Потом еще один, через 2-3 километра еще один стоит, тоже поглубже сидит. Сейчас машины штук 4. А мы-то не проваливаемся, да? Нет, вытаскивают не проблема. Это не говорит, что все уже на списании. Вытаскивают, ребята. Вот мы тоже боремся, пытаемся вытащить, конечно. А так льдами ее раздавит машина. Она размолотит. Когда ледокол начинается, здесь полтора-двух метровый лед, когда всплывает между льдами, он как пресс, короче. Он его этот размолотит. Я видел машины, которые не смогли вытащить. Сколько стоит ледомить машину такую? 30 тысяч. 30 тысяч рублей? Да. Это за сколько вы будете ее откапывать? Средняя. После Батагая экспедиция оказалась в Верхоянске. Этот город долгое время тоже был полюсом холода. До 20-х годов именно Верхоянск считался полюсом холода северного полушария. Но в 20-х годах экспедиция Обручево доехала до Амикона и застряла там на зиму. В течение зимы они делали замеры температуры и получили 72,1 градуса, что является абсолютным минимумом и меньше, чем в Верхоянске, потому что здесь до этого измеряли не больше, чем минус 70 градусов. Соответственно, Верхоянск сейчас очень сильно обижен на Аймекон и Тамтор, потому что Аймекон и Тамтор отняли звание полюса холода северного полушария у Верхоянска. И сейчас все туристы предпочитают поехать в Аймекон вместо того, чтобы приехать в Верхоянск. От Верхоянска до Тикси осталось менее третий пути. Движение по зимнику стало более привычным. Установился даже традиционный распорядок. Подъем, утренний туалет, дозаправка машин, которые уже две недели работают не переставая, и движение в колонии. Спустя две недели мы достигли берега моря Лапкино. Цель достигнута. Наша экспедиция у самой удаленной точки. На краю света. Мы в Тикси! Поселок Тикси – один из пяти самых северных поселений России. Прежде всего, Тикси – это важнейший морской порт на Северном морском пути. Без него существование этой транспортной артерии было бы невозможно. По сравнению с советскими временами, сегодня поселок в упадке. Много заколоченных и брошенных домов. Судя по их количеству, когда-то людей здесь жило намного больше. Но говорят, сейчас жизнь понемногу налаживается. От Якутска мы проехали 3600 километров. Я не могу сказать, что это была легкая дорога. Мы ехали в основном по зимнику, который существует здесь только зимой, когда реки, озера и болота замерзают. Тогда по этим местам могут проехать машины. Сейчас мы подъехали к колонне, где написано расстояние до других городов России. Я хочу посмотреть, что там за города и какое расстояние до них. И хочу подумать, где бы я сейчас хотел оказаться. Потому что здесь минус 50, и мне здесь холодно. Краснодар – 5300 километров. Я хочу быть в Краснодаре. Севастополь – 5500 километров. Почему я не в Севастополе? Я хочу в Севастополь. Экспедиция достигла самой дальней точки своего маршрута. Люди и автомобили прошли испытания холода. Без единой поломки Тойоты, Двухсотка и Прада прошли 3000 километров по не самым лучшим дорогам – зимникам и бездорожью. Команда сплотилась. Тушенка и 50-градусные морозы объединяют. Пополнив запасы провизии и топлива, автомобили экспедиции двинутся обратно. Как известно, обратная дорога всегда короче. Правда, это правило работает только до минус 40.